12.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии по-прежнему Дарита Пузлиева. Яна Лапшина. Всем здравствуйте еще раз. Мы работаем в прямом эфире. Мы продолжаем связываться с представителями кировского бизнеса, чтобы понять, как сейчас обстоят дела в тех или иных наших компаниях, и крупных, и совсем небольших, да, как те карантинные ограничения, которые действуют эту неделю, и которые, скорее всего, продлят, пока не можем понять до 30 апреля, и для кого, или дольше, или, может быть, меньше, будут сказываться на их деятельности в дальнейшем и на положении бизнеса, экономики региона в том числе. Да, несколько цифр мне бы хотелось озвучить. Накануне число зараженных коронавирусом во всем мире перевалило за миллион, в России за 4 тысячи, то есть уже 4 тысячи человек официально у них подтвержден диагноз. Большая часть Москва? Да, причем там за сутки плюс 448 человек. Ну, это, в принципе, ожидаемо, да. То есть сейчас я пытаюсь найти количество тех, кто умер. Более 20 человек. 34 человека с начала распространения инфекции. И, как вчера, Владимир Путин в своей речи спустил полномочия по всему регионам. И, насколько я понимаю, после этого или до этого, я, к сожалению, за хронологией не следила, один регион ввел комендантский час. Что за регион? А что же это за регион? Москва? Чечня. Чечня. Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час. Действовать он будет с 8 часов вечера до 8 часов утра запрещается движение пешеходов и транспорта. Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале. Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться. Все сидят дома в Чечне. Да, на самом деле, мне кажется, что часть людей накануне ожидала чего-то подобного от президента. Потому что... В формате всей России вести. Да, на меньший срок, но более жесткие меры. Мне кажется, большая часть тех людей, которые вчера Владимира Путина слышали, они ожидали немножко другого. Что все-таки вот эта вот ограничительная история, она получит какой-то статус либо чрезвычайной ситуации, либо чрезвычайного положения по всей стране. Я говорю, да, что люди ждали, что эти меры будут более жесткими, соответственно, с идущими экономическими последствиями в плане каких-то компенсаций. И мер поддержки. Да, но менее продолжительными. Ну, по крайней мере, пока, да. То есть, условно говоря, мы на две недели... Садимся в жесткий карантин. Садимся в жесткий карантин, а потом уже по ситуации смотрим. То есть, если ситуация стабилизируется, а пока мы сидим в жестком карантине... Государство помогает. Наконец-таки государство помогает. И людям, и бизнесу. Да, ну, потому что в противном случае, ну, то есть, да, конечно, вот в сети уже, тут уже много комментариев о том, что почему у вас нет подушки безопасности, это всегда должно быть, государство никому ничего не должно, но в таком случае... Вы предприниматели? Предпринимайте. Да, но тут даже вопрос не в предпринимателях, но даже вот, ну, наш вот сегодняшний разговор крутится все вот вокруг предпринимателей, но есть ведь еще огромное количество людей, которые не являются предпринимателями, даже малым бизнесом. Это те люди, которые работают на малый бизнес, и они сейчас оказались вообще практически в безвыходной ситуации, потому что ни мер поддержки как бизнесу никаких нет. Не платить им малый бизнес не может в силу, очевидно... В силу того, что сам в очень тяжелом положении находится. На связи у нас Ильяс Агаев, основатель компании «Водовоз» из русского села, принципиально чистой воды, так компания себя позиционирует. Ильяс, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ильяс, вы вчера написали пост в Фейсбуке, и я после этого попросила как раз вас выйти на связь. Вы написали о том, что вы работаете, да, вы работаете по доставке, доставляете людям воду, поэтому у вас есть возможность работать. Вы писали ранее о том, что доставка у вас бесконтактная, то есть вы привозите, оставляете, человек, которому это нужно, там, выходит уже после отъезда курьера и забирает. Но при этом вы отмечаете, что за неделю, вот эту карантинную неделю, объемы доставки воды у вас упали практически в половину. Это так? Это действительно так, да. Как это сказывается на компании, на вашей? Безусловно, это непростая ситуация. Это неприятно. Любой бизнес, потеряв половину выручки, к сожалению, сталкивается с тем, что маржинальности не хватает для покрытия постоянных затрат. Постоянные затраты – это заработная плата в первую очередь. И поэтому, конечно, эта ситуация для нас непростая. Но вы работаете пока. Илья, скажите, пожалуйста, то, что упали у вас, ну, я не знаю, там, количество заказов, да, получается, снизилось, сократилось так серьезно. Как сказалось на работе персонала? То есть вы кого-то вывели пока временно в какие-то, там, я не знаю, отпуска или на каникулы или еще как-то? Или все продолжают работать? Друзья, сейчас одна из основных, из важных проблем, которые есть, это большое непонимание и паника. Поэтому мы никаких светских движений не делаем на сегодняшний день по нескольким причинам. Во-первых, очень хочется от власти попросить четких горизонтов планирования. Мне кажется, что в бизнесу одна из вещей, которых очень сильно не хватает, это чтобы с нами прямо, откровенно поговорили и сказали, что, ребята, по опыту Китая это не закончится раньше, чем через три месяца. Неделя, потом месяц, потом еще что-нибудь. А честного, прямого разговора, готовьтесь вот к такому варианту. Будем делать все, чтобы он закончился быстрее, но готовьтесь вот к таким периодам. Это позволится четко спланировать и не дергаться. Потому что очень много, к сожалению, суеты, наводимой вот этим вот нежеланием называть вещи своими именами. Вторая вещь, которой нам сильно не хватает, это вот, что я сказал, называйте вещи твоими именами, пожалуйста. Если мы говорим про карантин, не стоит называть это каникулами. Потому что карантин, ты сидишь дома и боишься заразиться, и делаешь все, чтобы защитить тебя и свою семью. Каникулы, еще и оплачиваемые, это повод выйти, погулять, повеселиться и так далее. И третье, конечно, чтобы было важно, это определиться, наконец, с мерами поддержки. Потому что, к сожалению, мы слышим много разговоров. А из принятых решений я слышал про то, что административные штрафы для бизнеса повысили. Это первая мера поддержки за завершение карантина. А второе, слышал, что банкротство, например, министр предложил сделать бесплатным. Немножко не то это. На мой взгляд, самой эффективной мерой сегодня, которая позволила бы успокоить всех, является субсидирование 90% зарплаты легального входа для бизнесов, которые потеряли в выручке больше половины. Все эти цифры на сегодняшний день, слава богу, видны. Выручка у всех прозрачна. В этом случае получится еще один положительный эффект. И те, кто платил белую заработную плату, получат большую сумму. И те, кто платил в черную, получат меньшую сумму. Поэтому, ну и работников своих, отвечая, возвращаясь к первому вопросу, стараемся поддерживать морально. Держимся, планируем, исходя из горизонта, три месяца того, что это все продлится. И, конечно, в течение месяца будем проводить переговоры о том, чтобы где-то снижать заработную плату, где-то выходить посменно. Но коллектив будем стараться сохранять. То есть хотя бы... Другое дело, что еще один насчет добавлю. На удивление, фразы, которые произносятся часто властью, они, к сожалению, порождают нестремление сторон друг с другом договариваться. Например, предпринимателя и работника. Вот когда слышишь, что если у вас понижается заработная плата, если начались какие-то сокращения, обращайтесь в прокуратуру. На мой взгляд, это то, что делать сейчас совершенно не надо. Сейчас, наоборот, нужно выйти и спокойно сказать. Друзья, всем тяжело. Давайте относиться друг с пониманием. Важно сейчас сплотиться, друг друга поддержать и с пониманием отнестись к временному снижению зарплаты или к временному снижению количества, объема работы. Вместо того, чтобы говорить о том, что в случае чего идите в прокуратуру. Да не поможет прокуратура. Прокуратура не отменит коронавирус. Мы все прекрасно понимаем, что прокуратура может наложить штраф и компания, вместо того, чтобы направить эти деньги на зарплату, в том числе, вынуждена будет заплатить штраф. Вы совершенно правы. И люди останутся без зарплаты. То есть это такая патовая ситуация, когда у компании другого выхода просто не будет. Потому что по штрафам она тоже должна заплатить, точно так же, как фонд оплаты труда. Но призывать при этом со стороны власти обращаться в прокуратуру, это очень странный ход. Я, честно, его искренне недоумеваю и не понимаю. Я понимаю, что им тяжело, понимаю, что ситуация кризисная. Но это то, что не нужно делать совершенно очевидно. Ильяс, я в вашем посте в Фейсбуке читаю, что вы готовы будете писать о том, как работает ваша компания и что происходит там каждый день. То есть у вас такие сводки тоже будут небольшие коронавирусы, чтобы люди могли понимать примерно, как устроен внутри бизнес какого-то, как устроена вся эта история и с работой в эти сложные дни, и с поддержкой какой-то сотрудников и прочее. Да, мне кажется, что это меньшее, что я могу сделать, это попытаться всем объяснить, попытаться сделать так, чтобы люди начали находить общий язык и стремились понимать друг друга и поддерживать друг друга. Поэтому, да, я буду открывать часть данных, характеризующих выручку, какие я буду рассказывать о том, как мы проводим переговоры с работниками. Своебразный индекс кризиса я ввел, мы вместе сможем увидеть, когда отгрузка компании вернется к кризисным значениям, когда отметим все вместе, когда все закончится. Но в текущей ситуации, да, я буду публиковать, буду публиковать это открыто, поэтому, если интересно, буду рад вас видеть. Да, в Facebook заходите, в Илья Сагаева, там будет вся информация. Благодарим Илья Сагаев, основатель компании «Водовоз» из Русского села, принципиально чистой воды, да. Мы, Илья, сейчас отпускаем, ждем следующего нашего гостя, нашего эксперта на телефоне. И РЖД, между тем, продолжает отменять поезда дальнего следования. 7 апреля под раздачу попадают 53 поезда. До этого Кирова касался только поезд, электричка Киров-Нижний Новгород. Он был отменен с 30 апреля по 11 мая. А, и с 29 мая по 12 декабря. Вот они теперь как сделали. И еще один поезд Киров-Санкт-Петербург отменяется из Кирова с 8 апреля по 10 мая, с 26 мая по 12 декабря. И с Санкт-Петербурга, соответственно, с задержкой в число с 9 апреля по 11 мая, с 27 мая по 12 декабря, то есть до конца года. Мне просто кажется, что в это время, наверное, это грамотное решение. Вряд ли много народу сейчас готово передвигаться, перемещаться между регионами. Есть у нас на связи Дмитрий Сергеев, депутат Законодательного собрания Кировской области и генеральный директор строительной фирмы «Маяковская». Дмитрий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да, скажите, пожалуйста, ваша компания сейчас продолжает работу или вы отправили сотрудников вот в это непонятное... Всех, и тех, кто продает, и тех, кто строит. Всех, да, да, да. Отправили всех. То есть сейчас только охрана и больше никто на строительные объекты не выходит. То есть ваши сотрудники сейчас, они на карантине все? Да. Да, скажите, пожалуйста, как финансово вы это оформили? То есть это отпуска какие-то, да, очередные? Это внеочередной отпуск с сохранением заработной платы, как призвал президент? Или это какие-то иные формы? То есть никаких отпусков мы не оформляли для людей. То есть это... Как оформляться будет в табеле, для меня сейчас пока тоже непонятно, но какие-то заявления людей мы не заставляли писать. То есть люди просто без какого-то там формального бумажного оформления пока находятся дома? Люди по распоряжению администрации предприятия отправлены домой. То есть объявлены нерабочими днями, начиная с этой недели. Дмитрий Валерьевич, много у вас объектов, получается, встало? Если мы говорим про жилые дома, то это четыре жилых дома. А есть уже сейчас какие-то опасения, что... Ну, я не знаю, если там есть договоры долевого строительства, деньги сейчас, насколько мы понимаем, на искровых счетах лежат, что, возможно, не удастся выполнить какие-то обязательства и придется застройщику расплачиваться с людьми. Ну вот на сегодняшний момент я не вижу оснований, чтобы считать эту ситуацию фосмажорной. То есть режим ЧЕС не введен, режим эпидемиологических каких-то ограничений тоже не введен в полном объеме. Поэтому если объекты не будут введены вовремя, то, соответственно, у дольщиков возникает право требовать в соответствии с законом о долевом участии в строительстве компенсации за нарушение сроков ввода объекта. Такой риск существует. Единственное, насколько долго продлятся вот эти ограничительные меры. Если они закончатся на этой неделе, то каких-то рисков, наверное, нет. Если они будут продолжаться в какое-то неопределенно долгое время, то да, конечно, такие риски возникают. Ну вот смотрите, до конца апреля вот этот месяц простой, он для вас критичен для компании? Да. Да, но вот до конца апреля, это пока на федеральном уровне, то есть регионам дано право самим определяться с режимом. То есть я надеюсь, что на нашем региональном уровне все-таки эти сроки будут отличаться от того, что сказал президент. А законодательное собрание в принятии этих решений или, возможно, хотя бы консультационно как-то будет участвовать? Или только правительство области? В полномочии отданы на уровень исполнительных органов власти. Соответственно, депутаты в принятии решения не будут консультационно. То есть мы на связи с профильным министром Ирины Анатольевны, мы разговариваем, общаемся через чаты. То есть мы свое мнение как застройщики высказываем. Дмитрий Валерьевич, еще такой вопрос. То есть, ну вот ваша ситуация там, да, вам понятно. Вы с коллегами по отрасли как-то связывались? Вы не работаете, остальные тоже не работают сейчас? Или все-таки какая-то часть строительных фирм работу продолжает? Мы в начале этой недели созванивались с руководителями многих предприятий, застройщиков. То есть каждый сам определяет для себя. Ответственность несет руководитель предприятия. Причем ответственность, сами слушали, усилили до 7 лет решения о свободе. То есть каждый определяет, как ему нужно поступить в этой ситуации. Мы для себя приняли такое решение. И еще у меня вопрос. Я не знаю, конечно, что сейчас будет с ипотекой. Будут повышаться проценты или будут каким-то образом, наоборот, поддерживать там, да, эту систему, потому что, ну, это, наверное, один из драйверов экономики, да, строительства. Можете ли вы прогнозировать, что будет с рынком, если люди сейчас, ну, вот месяц люди просидят в непонятном совершенно статусе, да, кто-то не получит зарплату в полном объеме, кто-то еще. По продажам, что будет с рынком? Ну, наверное, начну с того, что в любом случае простой – это снижение реальных доходов населения. И отсюда вытекающие последствия, то есть это снижение потребительских возможностей. И, конечно, они отразятся в том числе и на жилищном строительстве. Не только на нем, но на нем в том числе. Дмитрий Валерьевич, вот вы говорите, да, предыдущая ваша реплика была по срокам о том, что вы надеетесь, что на уровне региона эти сроки будут все же несколько… Скорректированы. Скорректированы, да, в меньшую сторону. Надеюсь. Не опасаетесь, что это может усугубить только ситуацию впоследствии? То есть если нам не удастся сдержать распространение заболевания, то потом все может обернуться еще более жестким карантином и более продолжительным? Ну, это мое введение как руководителя предприятия, да, то есть здесь решение все-таки остается за органами власти. При этом могут какие-то отдельные сектора экономики включаться в работу. Это не значит, что откроются торговые центры, там, скажем… И развлекательные какие-то… Увестительные заведения там, где идет масса пребывания людей, причем людей, здоровья которых или, скажем, количества которых ты отследить не можешь. Ведь на предприятии можно ввести определенное санитарное требование, то, к чему мы готовим, например, каждое утро инженерно-технический работник замеряет температуру с отметкой в журнале, спрашивает какие-то жалобы у работников, да, то есть, соответственно, если мы видим какое-то отклонение от нормы, да, то есть мы человека сразу отправляем домой. Мы можем проводить дополнительное какое-то рассредоточение людей, то есть не концентрировать их в одном месте, да, то есть рассредоточить по объекту, чтобы не было… Ну, у нас там социальная норма полтора метра, то есть чтобы люди были на большем расстоянии, производили свои работы. Ну, вот смотрите… Можем какие-то средства индивидуальной защиты обеспечивать, да, то есть ряд мероприятий работодатель может производить, которые будут направлены на предупреждение распространения вируса. Ну, смотрите, да, Дмитрий Валерьевич, так вот если по большому счету расценить, наверное, строительная площадка – это как раз то место, где все эти меры легко принять, ну, то есть… Я думаю, что и производственные предприятия – это тоже. Будете ли вы вот депутатами, я не знаю, там выходить, чтобы, условно говоря, просить правительства исключить из этого списка строительную отрасль? Ну, вот с этими аргументами. Я думаю, что здесь и Министерство промышленности, и Министерство строительства, как профильное министерство, должны здесь, наверное, выступить инициаторами данных предложений, потому что все-таки решение приниматься на уровне правительства, да, то есть не на депутатском уровне, не на уровне законодательных органов власти, а на уровне исполнительных органов власти. Но консультируйтесь с депутатами все-таки. Надеемся на работу Министерства. Да, и я так понимаю, что в истории, когда предприятия готовы обеспечить, ну, безопасные условия труда, да, своим сотрудникам, вероятно, все-таки есть варианты, что будет одобрена эта история. Ну, это, скажем, мое видение ситуации, да, ответственность ложится на руководителя, ответственность, еще раз повторюсь, что ее уже точнее. Если ты, как руководитель, принимаешь на себя такую ответственность, обеспечиваешь необходимые мероприятия, то в таком случае, да, предприятию, возможно, и разрешат производство работу. Но, опять же, это может коснуться только определенных секторов экономики, там, где нет наплыва людей, проконтролировать которых вы не можете, то есть это покупатели, это потребители, которые приходят, ну, просто с улицы. Угу. Люди бесконтрольно заходят. Благодарим Дмитрию Сергееву, генерального директора строительной фирмы «Маяковская», депутата законодательного собрания Кировской области. Ну, я так понимаю, что в этой ситуации действительно депутаты могут, может быть, только, ну, консультационные какие-то вещи. Нет, ну, я считаю, что все равно хотя бы озвучивать эти вещи нужно. Публично. Публично и правительству, и Минпромторгу, несмотря на то, что решения остаются все за исполнительной властью. Просто потому что, не потому что исполнительная власть может не захотеть, просто потому что нельзя учесть все моменты, все тонкости, и на них нужно обращать внимание представителям определенных отраслей. То есть каждая отрасль, условно говоря, должна выбрать себе депутата законодательного собрания, да, прийти к нему и сказать, слушай, ну, у тебя есть прямой доступ, да, ты можешь открыть дверь кабинета. Просто сидеть и ждать, когда кто-то обратит внимание на твою отрасль, мне кажется, тут это можно долго так прождать. Но строительная отрасль действительно это то место, ну, как бы, и те объекты, где можно себе позволить вывести сотрудников на работу, обеспечив их какими-то средствами защиты, обеспечив безопасное расстояние, но при этом, да, люди будут все-таки работать, и объекты не будут стоять, и жители, те, кто заплатил деньги там, да, за свои квартиры, платят, потому что у людей ведь ипотека, они получат вовремя свое жилье. Ну, и при этом, смотри, то есть, да, то, о чем говорил предыдущий спикер, о... Ильяс. Ильяс Агаев. Да, о вот этих мерах, о карантине, там, дело сравнения с Китаем, при этом мне хотелось бы отметить, что те меры, которые принимались в Китае и растянулись на два, два с половиной месяца, они в корне отличаются от тех, которые сейчас принимаем мы. Поэтому я бы, говоря о продолжительности этих мер, отсчитывала от того момента, когда у нас эти меры будут введены. Но мы о том, что было в Китае, с тобой поговорим чуть позже. У нас сейчас на связи Александр Шалаев, собственник и директор магазина «Мир света». Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я сегодня связалась с Александром, попросила его выйти с нами на связь. Я так понимаю, что магазин ваш, Александр, он не очень большой. Вы его закрыли в связи со всеми требованиями, вот этими карантинами, которые были. При этом на дверях вашего магазина есть объявление с номером телефона мобильного, по которому ваши клиенты могут с вами связаться, да, если им нужно что-то приобрести. А вы торгуете электрооборудованием вот таким, да, для потребителей. Полицейские только что приходили и проверили, как я работаю. Ого. Они прям постучались к вам туда и спросили, есть у вас посетители или нет, и почему вы на работе? Да, проверили, прошли, проверили. Скажите, пожалуйста, ваше помещение, оно в собственности или в аренде? В аренде. Что говорит ваш арендодатель в связи с тем, что вы не работаете? Вы пытались как-то вот уже выяснить вопрос, будет снижена арендная плата, нет? Ну, разговор был, сказали, что подумал, но конкретно ничего не сказано. Обещаний не было каких-то? Нет, потому что я настолько в курсе, она сама это помещение приобрела в кредит. Понятно. То есть у вас частный собственник вашего помещения, ваших квадратных метров. Да. Тот формат, который вы для себя выбрали, вот эта работа такая дистанционная с посетителями, с клиентами, насколько он себя оправдывает, как много звонков? Так, звонки-то они есть, но продаж-то нет, все равно. То есть вообще нет продаж? Нет вообще продаж. И как же вы из этой ситуации будете выбираться? Абсолютно не знаю. Примерно пять лет назад в свой бизнес я привлек свою жену. То есть у нас теперь семейный бизнес. И это единственный источник дохода вашей семьи, получается? Совершенно верно. Она, кстати, работала тоже в медицине. Сейчас она работает у меня. Сейчас она сидит дома. У меня две дочери, соответственно, тоже дома сидят. И у нас семейный бизнес, единственный доход. Месяц вот этот, который сейчас продлили, скажем так, я то, что заработал, проживу, а дальше я абсолютно ничего не знаю. Я правильно понимаю, что у вас еще и налоговая нагрузка и кредитная какая-то нагрузка есть? Ну, кредитной нету, а налоговой никуда не поделось. Вот конкретно в моей ситуации президент говорит, что надо помочь малому бизнесу. Вот я не представляю, как мне помогут. Если целый месяц я буду сидеть, и не факт, что еще месяц, может еще дольше продлят. И как? Александр, ну, надеемся, что все же какие-то, может быть, меры, я не знаю, на региональном уровне или где-то что-то будет принято. На региональном, тем более, никакой помощи не будет. Это сто процентов. Вы думаете, что денег не хватит просто? Или желание? У нас еще регион, их денег просто нет. На малышей денег не останется. Я напоминаю еще раз, да, Александр Шалаев, собственник и директор магазина Мирсвета, я просто призываю всех там наших слушателей, вот у кого есть знакомые, у кого есть малый бизнес, вы знаете, что они в тяжелом положении. Поддержите их, пожалуйста, своими покупками. Мы сейчас уходим на рекламу, и еще через полторы минуты вернемся. Мы продолжаем с Дарьей Тепузлиевой программу «Дневной разворот». Мы работаем в прямом эфире, мы связываемся с представителями нашего бизнеса и среднего, и крупного. И вот последний звонок, который у нас был, это совсем маленький бизнес, то есть это семейные предприятия, магазин Мирсвета. Александр Шалаев, собственник этого магазина, рассказал нам о том, что они в этом бизнесе вдвоем с женой две дочери и, собственно, единственный источник дохода. Это непонятно, что будет с арендой, непонятно, будут ли какие-то меры поддержки, непонятно, где брать деньги на жизнь. На месяц хватит, дальше непонятно. У нас есть опрос на сайте, в группе ВКонтакте, да, мы спрашивали как раз наших слушателей, удастся ли им пережить этот месяц, да, хватит ли им денег, тех, которые они накопили, подушка безопасности. Есть ли у вас люди подушка безопасности? Там четыре варианта ответа, около 700 проголосовавших жителей за последние сутки. И самый популярный вариант ответа, Даша, напомни, пожалуйста. Нет, я уже на нуле. 286 человек так ответили, это почти 44%, а сбережения по-прежнему есть лишь у 38 человек, это порядка 6%. Мы сейчас, собственно говоря, вот как раз к тем людям обращаемся, у которых деньги заканчиваются, и вот эта история, о которой почему-то мы изначально не подумали, в тот момент, когда школьников вывели на дистанционное обучение, ну, всем было понятно, да, надо убрать детей из школ, чтобы дети не ходили, чтобы дети сидели дома. И при этом, вот есть проблема, родители лишаются работы, у родителей нет денег на то, чтобы заплатить за интернет. Если у тебя есть выбор, заплатить за интернет или купить хлеба, понятно, что ты сделаешь. Ты купишь хлеба. У нас на связи сейчас Игорь Олин, это директор средней школы в поселке Вахруши, блогер. Игорь Витальевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Игорь Витальевич, вчера как раз у себя в Фейсбуке привел пример вот этих обращений, обращения родителей ваших учеников как раз. Они пишут о том, что нет денег оплатить интернет, как я понимаю, да, и не очень понимают, как дети будут учиться, как они будут заканчивать учебный год. Это так? Да. Да, выросли. Мы в обращении министерства провели анализ, у нас вообще в принципе детей не имеют доступа в интернет, но мы проводили его неделю назад. И примерно у нас таких детей оказалось около 20. В основном это дети из многодетных, малообеспеченных семей, из благополучных семей. И вот я вчера сам столкнулся с обращениями родителей из вполне благополучных семей. Именно по той ситуации, которая сегодня обсуждается в программе, люди задают вопрос, что у них просто нет сейчас даже элементарной возможности будут заплатить за интернет, которым они раньше пользовались. Так что ситуация может измениться в худшую сторону. Уже не 20 детей, может быть больше. То есть те 20 детей, о которых вы вначале говорили, это дети, у которых технической возможности не было, да, подключиться к интернету и дистанционно обучаться? Устройств у них нет, компьютеров там, телефонов соответствующих. И них просто нет. Вот. А сейчас уже речь идет о тех, кто даже интернет не может оплачивать. А сейчас речь идет о семьях, которые вполне благополучные, вот были до вот этой ситуации. То есть люди потеряли доходы и они задают вопрос о том, что, ну вот сейчас, ну кто-то работал, да, вот неофициально. Кто-то работал сейчас, сидит дома, не получает заработную плату, там участника работал. И они ставят вопрос о том, что нам просто не очень будет заплатить за интернет. Игорь Витальевич, скажите, пожалуйста, во-первых, у вашей школы есть ли какая-то возможность, я не знаю, там, вот технически мне сложно предположить, поделиться там вашим интернетом с этими людьми, у которых сейчас нет средств заплатить? То есть может быть какой-то единый там пароль доступа куда-то или еще что-то? Или это невозможно? Да, потому что технически это нереально, у нас оптоволокно есть, там, в здании, ну, к нам же не будут ходить, они же дома находятся. А вы раздать, естественно, не можете, потому что на далеком расстоянии друг от друга. В таком случае, скажите, пожалуйста, вы эту проблему озвучивали куда-то выше на уровень, там, я не знаю, Министерства образования, еще что-то, о том, что есть такая проблема? Сегодня в предслужбу Министерство этот вопрос уйдет, там, мне просто журналист уже звонил о том, что опираясь вот на этот пост, который, да, вот я сказал, что, да, можно направить, в предслужбу было знать, Министерство, соответственно, будет знать. Я просто подозреваю, что ваша школа ведь не единственная, которая с такими проблемами столкнется. Я думаю, что будут еще более серьезные проблемы, все-таки мы находимся в населенном пункте, где есть интернет практически всех операторов мобильный, а у нас даже в обысковом районе есть населенные пункты, где, в принципе, интернета не бывает. То есть там тоже была такая проблема вот в этих отдаленных населенных пунктах. Ну и вчера, когда был вебинар, который министерство проводило, то есть они первоначальную цифру называли там, я сейчас точно не помню, но сотни детей по области, в принципе, вот по вот этой статистике пока не имеют доступа в интернет. То есть эти вопросы сейчас как-то будут решать, но я не вижу другого способа решить его, кроме как выделять какую-то денежную помощь, финансовую помощь вот таким теме. Только так. Благодарим Игорь Олин, директор средней школы в поселке Вахруша, был с нами на связи. И вот эта проблема, которая, вот она, пожалуйста. Слушай, ну проблема тут еще, знаешь, в чем даже у тех, у кого есть деньги заплатить за этот интернет. Я вот, например, уже на себе ощутила вот эту нагрузку на сети, которая возросла, и интернет стал хуже работать, по крайней мере, у моего провайдера. И провайдер пишет сообщения с пользователем своим, чтобы они прекратили слать друг другу видео и мемасики, чтобы не создавать вот эту дополнительную нагрузку на сети. Пока у нас ждем очередного спикера, жители Москвы подали иск против мэрии из-за режима самоизоляции. Объясняют это тем, что у Собянина нет полномочий для принятия решений, ограничивающих конституционное право на свободу передвижения. Но иск этот подан, насколько я понимаю, не для того, чтобы людям разрешили свободно перемещаться по улицам, а для того, чтобы было введено чрезвычайное или военное положение, на основании которого, собственно, такие решения могут приниматься. Я напомню, у нас многие эксперты в студии говорят, что введение чрезвычайного положения, либо чрезвычайной ситуации, они некоторые обязательства на государство накладывают, в том числе по возмещению тех потерь в зарплате, которые люди несут. Ну, это вот во всяком случае мнение наших экспертов. На связи у нас сейчас Надежда Прокошева, специалист по связям с общественностью Кировской организации родителей детей-инвалидов «Дорога и добра». Надежда, добрый день. Добрый день. Да, я Надежду попросила выйти с нами на связь вот по какой причине. Примерно неделю назад, когда уже было понятно, что будут проблемы у бизнеса, будут проблемы у людей, у многих, наверное, там, да, с регулярностью получения заработной платы, многие некоммерческие организации, благотворительные фонды, которые на жертвователей завязаны напрямую, они очень обеспокоены и писали тогда сообщение. Мы очень боимся, что мы останемся без нашего, там, постоянного вот этого вот источника помощи от людей или от компаний. Это так, Надежда, да? Да, сейчас ситуация, правда, очень непонятная, нестабильная. Я бы хотела сказать, прежде всего, всем-всем, кто меня слышит сейчас, постарайтесь, пожалуйста, все, дорогие друзья, удержаться вообще в этой ситуации. Оставайтесь в ресурсе, а для того, чтобы оставаться в ресурсе, занимайтесь хотя бы несколько минут в день любимым делом, чтобы получить вот эти положительные эмоции, чтобы остаться в этом ресурсе. Чтобы уровень эндорфинов, да, в вашей экране присутствовал. Ну, чтобы, чтобы как-то удержаться все-таки в этой ситуации. А вот, по поводу нашей работы. Мне бы хотелось сказать вот что. В связи с тем, что сейчас такая ситуация, мы вот занимаем, наша организация уже 10 лет практически занимается помощью семьям, в которых воспитываются дети с особенностями развития. И мы понимаем, что сейчас одна из таких, ну, самых сложных ситуаций возникает, вот. Но с другой стороны, с другой стороны, сейчас, когда мы все вынуждены были оказаться по своим домам и почувствовали мы все практически на себе вот эту вот изоляцию, вот эти вот все какие-то лишения, какие-то ограничения. Сейчас то время, когда мы все можем, такой пример, что ли, не очень, конечно, удачный, мы его не хотели, но, тем не менее, мы сейчас понимаем, насколько тяжело нашим семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью, с особенностями развития, которые, которые вообще-то, очень многие испытывают вот эти вот ограничения по жизни, не только вот в эти там 2-3-4 недели, они так живут всегда. То есть, к сожалению, многие наши семьи живут в таких условиях. И сейчас то время, когда, ну, то есть, мы все это почувствовали, и мы призываем, как сказать, не отворачиваться и не бросать нас в этой сложной ситуации. Потому что сейчас вот у нас, и в это же время мы не имеем права вообще уйти на карантин, не имеем права бросать наши семьи, потому что они сейчас нуждаются в нас особенно. Сейчас наши психологи работают в экстренных режимах, оказывают психологическую помощь по телефону, по Zoom, то есть по видеоконференции. Наши педагоги в экстренном тоже режиме перестраивают свою работу и делают вот эти вот видеоуроки, видеозанятия, потому что наши дети, у нас же разная ситуация у детей. И, например, дети с аутизмом, у которых вообще жизнь завязана на ритуалах, сейчас вот эти ритуалы у них нарушены. И, да, им очень сложно вообще сконцентрироваться и вообще понять, что происходит. Да, Надежда. Да, это я просто... Я прошу прощения, у нас просто время очень сильно поджимает, нам пора завершаться. Да, и мне просто это хотелось сказать, чтобы люди понимали, что мы не имеем права... Вы не можете покинуть свой пост и свою передовую, да, и пожалуйста... Поэтому мы очень верим в то, что все-таки бизнес наш, наши друзья, которые нас всегда поддерживали... Останутся с вами. Останутся с нами, да. Может быть, это будет какая-то другая... Может быть, они смогут снизить какие-то платежи, допустим. Но сейчас нам самое главное, что остаться вместе. Да, пожалуйста, не бросайте, не бросайте друг друга, не бросайте, пожалуйста, ваших подопечных в благотворительных фондах, благотворительных организациях. Я Надежду Прокошеву благодарю. Надежда, простите, что так вот резко мы выходим с вами, да. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Времени, правда, уже, да, заканчивается время. Спасибо, до свидания. Дорогой, добра. Не успеваю, к сожалению, уже полностью озвучить информацию. Размещена на сайте правительства Кировской области. Заходите, кому это интересно, почитайте. Арендаторы недвижимости могут получить отсрочку по арендной плате. Я так понимаю, это касается не только тех, кто арендует государственное и муниципальное имущество. Все арендаты? Тут написано, что в течение 30 дней со дня обращения арендатора арендодатель обязан заключить доп. соглашение к договору, предусматривающий отсрочку внесения арендной платы за 2020 год. Ох, сейчас арендодателем-то хорошо. Киров.рек.ру. Заходите, почитайте поподробнее. Надеюсь, что там есть контактный телефон. Мы с Дарейто Пузлеевой на этом прощаемся. Вся программа «Дневной разворот» завершается. Мы следим за развитием событий. Пожалуйста, новости на нашем сайте обновляются регулярно. Выпуски новостей в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова